Значит, спасибо. Тема доклада «Ленивый диплёрнинг для распознавания изображений в ZZphoto». ZZphoto — это такой стартап для обработки изображений, где мы применяем самые продвинутые на сегодняшний момент нейронные сети, которые называются «Глубокие нейронные сети» — диплёрнинг. Так, у меня будет примерно 35 минут. Доклад состоит из трёх частей. Первая часть — это будет такой сжатый теоретический обзор, что такое нейронные сети, что такое диплёрнинг. Второе — я расскажу о практических соображениях на эту тему. И третье — я расскажу про наши сдобудки. Как известно, нейросайенс делится на два таких больших потока. Это нейросайенс, который пытается имитировать нейронные сети биологически максимально похожи и особо не запаривается на то, чтобы это было эффективно. Второе — нейросайенс — это машинное обучение, которое использует общую парадигму получения моделей из данных, при этом ставится во главу угла эффективность решения, которое получается, точность работы. То есть так, в принципе, можно сказать, что первое направление, оно больше интересно медикам и медицинским исследователям практическим, а второе — бизнесменам, айтишникам, стартапам и так далее. Мы делаем второе направление. То есть как бы похожесть на нейросети, а такая очень схематическая. Настоящие нейросети я имею в виду. Нейросети, они бывают обыкновенные, то, что называется двухслойные, многослойные перцептронные, более такая популярная модель. И, в принципе, в наших краях в основном она еще распространилась, распространена. И бывают глубокие нейросети, которые, в общем-то, появились в 2006 году. И вот они, в свою очередь, делятся на нейросети прямого распространения и рекуррентные. Потом будем говорить о нейросетях прямого распространения, которые используются в основном для обработки изображений, а не о рекуррентных, которые работают для моделирования языка, перевода, генерирования последовательности и так далее. И также, чем отличаются обычные нейросети от глубокого обучения, которое, в общем, очень нашумело. И вот там в 2013 году было признано, по-моему, вошло в пятерку самых продвинутых технологий по версии MIT Review, причем на месте один. Значит, вот на примере распознавания изображений можно сказать, что вот обычная технология заключается в том, что есть некоторые данные, просто вот там, допустим, распознавание машинки. То есть нужно, вот скажем, отличать машинки от немашины. После чего он как-то вот вручную подбирается механизм извлечения информативных признаков, то, что называется признаки, фичес, после чего они подаются на обучаемый классификатор универсальный. Так это, в общем, всегда работало. То, что продвигается в диплёрниках, это заключается в том, что вот этот механизм извлечения признаков, он также тренируется, он также является нейронной сетью, вот, собственно, и потом она уже, да, обучается на небольшом количестве размеченных примеров, размеченных признаков. Вот. Идея, не сказать, что прямо совсем уже новая, то есть, в принципе, вот был очень ветхозаветный, скажем так, метод главных компонент, оно же преобразование Коронина-Лаева, которое эксплуатирует эту же идею, но вот у нейрости это, у глубоких это получается очень эффективно. Также есть другие преимущества. Вот. То есть, в принципе, как бы, почему это стало так интересно, почему тренд номер один так заинтересовал, заключается в том, что на вот таких современных больших бенчмарках, соревнованиях, которые проводятся на зарубежных конференциях, они выигрывают все бенчмарки. Точнее, ну, не все, конечно, но вот такие большинства, то, что связано с распознаванием, с большими данными, с распознаванием больших данных, я имею в виду. Вот. Вот это вот, например, соревнование ImageNet. Здесь там дается 16 миллионов картинок и 20 тысяч категорий. Вот. Значит, глубокая IC смогла получить точность 15%, почти 16%. При том, что вот самые-самые лучшие вручную подобранные признаки, они дают всего лишь там 9,3. Дальше. Вот. DeepFace. Это разработка Facebook, которая в начале прошлого года очень сильно прозвучала. Здесь вот происходит распознавание лиц. Попарное сравнение на очень хорошем тесте. Labeled Faces in the Wild. Мы о чем еще поговорим. Вот. Получилось так. Качество 97%. То есть сравнимое с человеческим качеством. Вот. В принципе, Google недавно, там, около месяца назад, выкатил вообще свою версию, которая там типа 99%, то есть уже больше. Ну, я в этом предвижу, конечно, появление нового бетчмарка, более мощного. Но, тем не менее, это говорит о том, что вот такие получаются результаты. Да, еще хочу обратить ваше внимание. Вот. По ходу презентации здесь будут появляться внизу ссылки на публикации. Вот. Ну, то есть я призываю вас, если вас это заинтересовало, вы можете скачать, они все скачиваются, или же можете подойти скачать с ноутбука. Ну, большинство вот этих вот источников, на которые ссылаются, научная работа в основном, они записаны на ноутбуке, можете переписать себе потом. Вот. Далее, скажем так, распознавание голосовых команд, аудиораспознавание, это, скажем так, вот, они сначала смогли немножечко победить скрытые маркетские модели, которые властвовали на этом рынке от распознавания звуковых команд. Вот. Ну, потом, значит, появились глубокие нейронные сети, которые показывают там 17%. Извините, здесь это не точность, это ошибка. Да, ошибка, конечно. То есть вот ошибка стала 17%, была 27%. Вот. Например, в принципе, Google и Microsoft, вот они внедрили эту технологию в 2012 году еще в распознавание голосовых команд Google. Вот. А Siri работала намного хуже, они сидели вот на вот этих марковских скрытых моделях. И вот недавно вышло обновление Siri, как раз они перешли тоже на глубокие нейронные сети, показывают очень хорошее качество. Вот. И это дает. Вот. Ну, в общем, такая вот ситуация. То есть технология работает, она еще как бы не до конца изучена, она очень эффективна. То есть вот если сравнивать вот то, что мы говорим о обычной нейронной сети 2006 года, то это такая сеть, которая, скажем так, два слоя, точнее один скрытый слой нейронов всего. То есть из-за этого, в общем-то, глубокие, то, что слоев много, она глубокая. Малое количество настраиваемых параметров. Обычно до 10 тысяч. Вот. Происходит обучение с помощью метода backpropagation, обратного распространения ошибки, очень известного. Вот. Значит, и вот здесь как бы возникает проблема в том, что если нарастить очень много слоев, то не все слои эффективно обучаются. То есть обучаются только два последних, а сколько вы обучили, не получается. Вот. И глубокие нейронные сети, то, что появилось, это появилась технология такого предобучения слоев эффективного. То есть сейчас обучение происходит из двух таких стадий. То есть в первой стадии предобучаются вот эти слои, для которых не нужно размеченные выборки, нужно просто пример данных, на которых оно работает. Вот. А потом уже вот такую сеть можно обучать на конкретных примерах размеченных. То есть когда вот есть вручную размеченный пример. Это машина, это не машина. Вот. Ну, как бы это вот такой пример. Потом второй признак таких глубоких сетей, они очень большие. То есть вот 100 миллионов параметров уже нормально. Вполне это работает. Вот. И для их обучения нужны такие серьезные мощности. Опять же, big data, big data очень важно, то есть потому что, ну, вот если будет мало данных, но очень много параметров, то тоже ничего не сработает. То есть под такое количество настраиваемых параметров нужно много-много данных. Вот. То есть, в принципе, вот как бы смысл вот этого предобучения заключается в том, что происходит задача, как бы, это что называется autoencoder, то есть компрессия с потерей. Вот. Например, вот есть такая вот конструкция. Вот нейронная сеть, у нее на входе, допустим, 2000 элементов. Вот. Размерность вектора 2000, потом она пытается сжать в 1000, потом в 500, потом в 30, вот, а потом обратно. Вот. И то есть получается так, что у нас вот картинка там размером 2000 пикселей, она представляется в итоге вот 30-мерных вектором. То есть ставится задача максимального сжача с потерями, но с минимальными потерями. Вот оказывается, что здесь вот можно, придумали метод обучения таких вот своем, что вот можно сжимать, сжимать получается очень неплохо по сравнению с тем же вот методом главных компонент. Вот. Это, собственно, вот и вызвало изначальный такой взрыв. Здесь работа Хинтона в журнале Science, который журнал, как известно, журнал номерских лауреатов, туда очень трудно просочиться. Тем не менее, вот, это всех очень заинтересовало, такой эффект. Вот. То есть, еще раз, смысл вот этого предобучения, как бы подготовки вот этих слоев, и одновременно это же по смыслу конструирования таких признаков из данных. Вот. Это вот такая вот задача компрессии, которая ставится, для которой не нужна размеченная выборка. Вот. То есть она ставится, скажем, она ставится сначала для первого слоя, потом для второго и так далее. То есть наращивается эта сеть. После того, как она нарастилась, ее уже можно обучать каким-то практическим вещам. Вот. Значит, про лесном. У нас еще много времени. Теперь посмотрим, то есть, вот есть еще разные, как бы, вот такие, скажем так, хорошие вещи. То есть, получается, что представленные данные, они более хорошо разделяются. Потом есть такой момент, что эти признаки, они получаются иерархические. То есть их можно интерпретировать. Можно, скажем, спросить, какой нейрон отвечает какому паттерну. Вот. То есть оказывается, что, скажем, на первом уровне нейроны выделяют, скажем, градиенты, просто какие-то углы. На втором уровне более какие-то такие сложные градиенты, а на последнем получаются уже какие-то образы. То есть вот можно видеть как бы изображения, которые вот наиболее повлияли на производство признаков такой сети. Вот. В принципе, один из примеров, который нашумел очень сильно, это был пример тоже несколько лет назад. Google обучил такую сеть на большом количестве видео. Вот. Просто вот так вот. Там, не помню, 20 миллионов, что ли, изображений. Вот. И оказалось, что там появился нейрон, который отвечает за котика. То есть вот изображение котика. Это вот очень похоже, как есть такая у нейрофизиологов штука, нейрон бабушки называется. То есть считается, что у каждого человека есть нейрон, который срабатывает, когда вы думаете о бабушке. Поэтому это нравится как бы тоже нейрофизиологам, нейросайентистам таким биологическим, хотя, в общем-то, модель, конечно, такая очень-очень-очень математическая, и там, конечно, нету там всего многообразия. Вот. Так что вот такая история. И она пока всем нравится. И вот очень большое такое движение. В принципе, не знаю, может быть, это мыльный пузырь, но пока он еще не лопнул. То есть, можно сказать, третье пришествие нейронных сетей. Вот после всплеска в начале 60-х, и второго всплеска, это вот в 86-м году, когда придумали backpropagation, обратно распространение ошибки. Сейчас идет третий такой подход. Вот. Можно сказать, что, в принципе, это не единственная технология предобучения. Появляются работы, которые говорят, что можно и не предобучать, если использовать очень хороший алгоритм оптимизации. В принципе, можно обучать по старинке. Но, в общем-то, это не очень важно. Важно то, что, вот, тут даже, скажем так, не изощренность этих алгоритмов, а вот способность обучения на больших данных. Окей. Теперь, значит, это то, что я хотел сказать насчет теории, насчет практики. Вот, кроме всех разных там теоретических придумок и изысканий, оказалось так, что вот благодаря товарищам геймерам очень сильно улучшились графические карты, видеокарты для игр. Вот. Они содержат много процессоров, у них есть память. Вот. Достаточно. И оказалось, что вот можно делать такие суперкомпьютеры на основе графических карт. Вот. Технология NVIDIA CUDA, она же GPU. Вот. И когда CUDA об этом сказали, она не стала это, как-то, не знаю, скажем так, лочить, в общем, запрещать такое использование, а наоборот стала максимально помогать это делать. Вот. И оказалось так, что вот если взять по мощности, скажем, сейчас самый такой мощный процессор, это домашний, скажем так, доступный для использования, вот Core i7, вот он стоит 700 долларов, он выдает 140 гигафлопс его мощность. То есть, ну, в принципе, это такой дорогой процессор, то есть тот, что, наверное, окажется у вас, он будет давать, наверное, ну, я имею в виду домашний, то есть, наверное, может быть, неэффективно такое покупать, там 100 гигафлопс, там 50, вот Core i3 это 30, Core i5 это, допустим, не знаю, 60, ну, вот такая история. Вот. А вот если купить карточку Nvidia CUDA, то окажется, что вы можете за 600 долларов приобрести 4,6 терафлопа, то есть это в 45 раз мощнее, чем самый мощный компьютер такой, точнее, ну, с процессором Core i7. Вот. Кстати, вот обращаю ваше внимание, здесь вот я указал GTX 980, по нашему мнению оптимальное соотношение цена-качество. Вот. То есть есть еще вот CUDA Titan, он стоит 1000 долларов, там как бы даже не сильно мощнее. Я имею в виду, что вот применительно к диплёрнинг, это как бы имеет значение точность ваших вычислений. Если вы используете сингл или флот числа для вычислений, то вот там, вот здесь 4,6 терафлопа именно сингл, такой, одинарная точность. Вот. А точность дабл, она получается как раз почти на уровне такого процессора. Вот. Как бы крутости, то есть начали появляться поколения карт, видеокарт, которые не геймерские, они вообще для видео не предназначены. То есть это вот NVIDIA Titan или здесь вот я NVIDIA Tesla. Вот. И у них как бы, они хороши тем, что они дают большую мощность, в том числе для двойной точности. Но для диплёрнинг это, в общем, не очень важно. То есть для диплёрнинг как бы такие простые алгоритмы относительно. Вот. И поэтому можно такие карточки использовать. Вот. Теперь, значит, вот если у вас есть, значит, компьютер, у вас есть такая карточка, то вы можете сначала поставить её предобучать нейронную сеть, то есть учиться извлекать информативные признаки на конкретно ваших данных, вот, там, отличать машинок, а не машинка, или ещё что-нибудь котиков от собачек, например. Был такой очень бенчмарк и есть, и мы его используем тоже, эти данные. Вот. И после того, как там сформировались, вот такие представления, которые легко разделяют, они, их можно уже сделать в вторую стадию, это до обучения на примерах, которая достаточно более быстрая и работает. Вот. Здесь мне удалось найти работу хорошую, конференцию AIST, где ребята взяли много разных фреймворков, которые в последнее время растут как грибы, и вот они попробовали все на, правда, маленьком примере, Амнист, и вот написали свои впечатления, скажем так. То есть, если кто-то хочет заниматься таким, вам нужно купить такую карточку с компьютером, вот, скачать фреймворк, в принципе, можно модельки обучать. Вот. И хочу вас обратить внимание, вот здесь сам, как бы такие, мейнстримовая, это Кафи, которая делает Беркли, а также Торч и Тиана. Вот. Насчет AIST здесь везде написано почти поддержка Windows и Linux, но на практике поддержка, обычно они как-то работают под Ubuntu, то есть то, что под Windows, оно так, скажем так, прибито гвоздями и прикручено проволокой, это такой отдельный челлендж для админа. Бывает это установить, и чтобы оно таки действительно работало. Вот. Так что, если вы делаете приложение под Windows, вам нужно как-то что-то придумывать. Ну вот. Значит, и теперь немножко, собственно, о теме нашего доклада. Доклад называется Lazy Deep Learning, ленивый Deep Learning. Его смысл пришел голову не нам, он пришел нескольким научным сотрудникам, которые работают в Швеции, ну хотя до них тоже там были, но вот они как-то больше так систематически это изучили. Вот. Они говорят, а давайте вот хорошо, пускай вот у нас сеть предобучилась, возможно, не наточена в наших картинках, но может у нее признаки хорошие, мы не будем ее как-то предобучать, там, покупать кудо и так далее. Вот мы просто возьмем вот эти признаки, которые получились на последнем слое, вот, и будем использовать качество признаков вместо такой вот большой пирамиды, скажем так, которая обычно строится обычным способом. То есть обычный способ, вот я сказал, что вычисляются признаки, и потом они подаются на общий классификатор. Обычно эти признаки, они такие тоже очень, скажем так, многоэтапные, подбираются вручную, то есть они очень зависят от задачи, там, для распознавания лиц одни, для распознавания каких-нибудь других предметов другие, вот, для, там, категоризации картинок третьи, вот, и никто не может объяснить почему, то есть они все очень разумные, там, строятся градиенты, еще что-нибудь, вот, ну, как бы это, вот, в общем-то, такая, получается, я не знаю, конструкция. Ее тяжело делать, и, как бы, самое главное, то есть она не общая. Вот, и вот, получается так, что на ряде задач по распознаванию изображений, иногда получается так, что вот эти признаки, они почти такие же, как вот те, что получаются полноценным диплёрингом, хотя практическое использование намного, ну, то есть практически использовать намного проще. Здесь, вот, не знаю, в этой работе тут первая глава, это такие, диалоги в стиле Платона. Вот, я бы хотел заниматься диплёрингом, но вот я ничего не умею, что же делать. Вот, как бы, на самом деле можно взять такой пакет, посчитать признаки, и всё будет неплохо работать. Да, ну вот, значит, теперь, собственно, насчёт конструкции. Вот мы решили, у нас ставится задача нашим фотоорганайзерам, которые сейчас делаются под Windows, ставится задача автоматической категоризации изображений. Сейчас, да, вот, easy photo. То есть нам нужно, в частности, одна из задач, это находить домашних животных. То есть сказать, вот, на картинке есть, котик или собачка, или её нет. Ну, так же есть другие задачи. Ну, вот, сегодня я буду рассказывать в основном про это. Вот. Значит, и поскольку под Windows, как я сказал, точно-то ещё как-то не освоен, тяжело, нет хороших либ, может, они появятся завтра, кстати, это очень часто растёт, но вот на сегодня ещё нету, которые можно удобно подключить в .NET проект. Вот мы реализовали такую сеть. Я хотел бы поделиться, как это можно сделать. То есть, в принципе, такая convolution-сеть, она представляет собой это вот набор слоёв, которые поэтапно вырабатывают данные, которые состоят в основном из операции convolution, то, что называется, свёртка, и операции пулинг, или прореживание. Здесь вот есть две ссылки. Андрей Карпата и Бенжа вот очень горячо рекомендую тем, кто интересуется. Вот Карпата, тут прям подетально очень написано, как это делается, что такое, как это запрограммировать. Короче, это реально запрограммировать. А Бенжа, они пишут книжку, ой, там ссылка вылезла, ну, в общем, они пишут книжку, она ещё не вышла, но она уже доступна к прочтению. Там очень хорошо можно понять, почему именно так, а не по-другому. Вот. Я раньше советовал ещё такой есть, очень известный ресурс, у Файл Дэл, Эндрю НГ, Сент-Фэрерский курс. Вот. Но потом я как-то набрался смелости, сам его прочитал, и оказалось, что там очень тяжело. То есть там как-то... Вот. Это эти источники. Хотя, конечно, тоже правда, Эндрю НГ он обманывать не будет. Вот. Значит, и в качестве такой вот, значит, модели для реализации мы выбрали суперхит, называется AlexNet, вот, который всех покорил в 2012 году. Вот. Покорил он тем, что была задача ImageNet распознавания. То есть там есть много миллионов, там, 1,2 терабайта картинок. Вот. И нужно их научиться классифицировать на тысячу категорий. Вот. И вот получается так, что победила вот такая архитектура, она получила точность топ-1 38%. Топ-1, значит, это точность совпадения. Если попала хотя бы в одну из пяти категорий, то вот у меня получилось 16%. Вот. Что вот почти в два раза вот победило, чем такой второго соперника Sift. Вот. Тоже так хитро настроенный. Ну, то есть, это как, я не знаю, допустим, учитывая огромное количество ресурсов, которые сюда вкладываются, интереса, это примерно как вот на 100-метровке прибежать в два раза быстрее. Это вот очень тяжело. Поэтому всем очень понравилось. Вот такая как бы архитектура, она вообще почти каноническая получилась. Вот. Здесь как бы подается изображение, оно сжимается до размера 224 на 224, и потом тут происходит convolution, pooling, convolution, pooling, вычисляется. Активационная, в общем, используется нелинейность. Вот. Convolution обычно, вот когда рассказывают, точнее, в лекциях, представляют как вот операцию свертки, то есть вот есть изображение, и вот есть фильтр. Фильтр представляет собой такой подматрицу квадратно меньшего размера, и она сворачивается, то есть поэлементно перемножается с элементами вот матрицы, которая обрабатывается, входная, скажем так. Вот. Здесь вот видно, что перемножается поэлементно соответствующее значение, и вот суммируется, и получается значение на выходе. Вот такой convolution. То есть, в принципе, можно делать такой цикл, который будет проходить, считать. вот. В общем, да, то есть, оно как бы был придуман такой трюк, который заключается в том, что вот можно вот эти все такие окна, их выстроить в столбце матрицы, просто вот эти все, вот, и потом, соответственно, в такие же столбцы матрицы выставить фильтры, и матрицы эти перемножать, и получится то же самое. Оказывается, что такое преобразование, оно эквивалентно, и обеспечивает ускорение в три-четыре раза. Все делают именно так в промышленных системах. Для того, чтобы выставить такие окна в виде столбцов, используется операция, называется им-то-кол. Советую такую работу от Челопила вот из Microsoft. Вот. Так что так. Пулинг – это еще проще, то есть, это когда вот у нас есть на входе, допустим, какой-то квадратика, изображение, мы уберем максимальное значение, это pullmax, или усредняем. То есть получается такое прореживание уменьшения размерности. Вот. Еще есть как бы применение активационной функции. Это когда вот, ну, просто кодируется функция некоторая, и уберется от нее значение. Вот. Так, что сейчас побеждает, называется relu, скажем так, мегахит, говорит, что это, если меньше нуля, это ноль, если больше, то и один. Вот. Вот такая функция, функция прикладывается. Чтобы это практически реализовать, вот мы взяли, для того, чтобы было что моделировать, пакет называется matconnet. Его нет в списке, кстати, вот в том, что я приводил. Вот. Он тоже такой относительно свежий пакет, он доступен под MATLAB, бесплатный, его удобно скачать. Вот. То есть, поэтому, учитывая, что он на MATLAB, на него удобно смотреть. В принципе, на остальные тоже там, они в основном на питоне, но мы как-то привыкли на MATLAB. Вот. И, во-первых, во-вторых, есть интерфейс для OpenCV, тоже под MATLAB, который позволяет записывать данные из MATLAB и читать, вообще вызывать любые функции. Там вот есть функция для записи данных формат IML. Это такое, такая разно... в некотором приближении разновидности к XML. Вот. В общем, формат, которому в виде текстовых данных позволяет преобразовать матриц. Соответственно, можно взять такой пакет, вот, и попытаться, значит, по формам воспроизвести и с помощью вот, значит, этого интерфейса кодировать на C. Вот. C, конечно, OpenCV. И, соответственно, проверять, насколько это хорошо получается. 20 такого полного значения. Мы называем его AlexNet. Как видите, есть KS, это вот по аналогии, как вот были из кроссовки Reebok, а есть Bibok, есть там Sunny. Вот. У нас какой вот, у нас свой собственный AlexNet ручной. Да. Ну вот, значит, и после того, как мы закодировали, мы проверяли, значит, вот сначала была такая, такой бенчмарк, вот называется MIT8. Он уже, как бы, скажем так, не актуален для новых научных результатов, он очень маленький, но его удобно тем, что именно тем, что он очень маленький, можно быстро запустить, попробовать, посмотреть, что получается. Здесь всего около 2600 изображений, 8 классов. Это в основном город, улицы, поля, пляж. Вот. И вот, оказывается, что если вот до этого мы использовали такой, мейнстримовые, в принципе, признаки LBP, Local Binary Patterns и LPQ вместе с машиной опорных векторов, то есть у нас, в общем, получалось там качество на тестовой выборке порядка 82%. Это, довольно долго этого добивались. В принципе, это вот соответствует тому, что получалось у других людей относительно недавно такими способами. В принципе, мы на этом успокоились. То, что нас как бы очень сильно вдохновило с этим Deep Learning, это то, что используя такие признаки, вообще ничего не настраивая, у нас получилось сходу качество порядка 93%. То есть ошибка уменьшилась в три раза. После этого мы ставили задачу уже большую распознавание котов и собак. К счастью, есть доступный набор данных уже отклассифицированных, который использовался на соревновании Kaggle, где было очень много котов и собак. Вот. и здесь использовалось на самом деле, то есть, ну, как бы у Kaggle там было соревнование «Отличите котика от собак». У нас было задание «Отличите или котика, или собаку от других изображений». То есть у нас было два класса, но при этом обучающая выборка всего тысяча экземпляров. То есть 500 котиков и собак, 250 котиков, 250 собак, да, и 500 признаков, которые отвечали за все остальное. А все остальное, что было в Kaggle, использовалось для проверки. То есть это было 12 тысяч картинок, на которых происходило тестирование. Вот. Значит, да, и при этом как бы надо сказать, что распознавание котиков и собак у нас уже в нашем фотоорганайзере есть, просто мы использовали вот такую технологию, очень известную Виола Джонс. Вот. Она использует распознавание лиц. Это вообще такой мега-мега мейнстрим, но также его применяют для распознавания, для поиска мордочек, котов и собак успешно. Вот. Итак, то есть Виола Джонс, то есть она как бы такой, грубо говоря, квадратик, который бегает по изображению, сравнивает отдельные кусочки и после каждого кусочка говорит это котик-собака или нет. Оно есть в OpenCV, более того, в OpenCV его можно обучать, тренировать, получать свои такие кастомные модели. То есть, в принципе, котики-собаки, они как бы в стандартном поставке OpenCV есть распознавание людей, лиц, пешеходов и так далее. Вот мы тренировали свой. Вот. И вот, что у нас получилось. Значит, вот если посмотреть на таблицы, то есть при уровне срабатывания ложного полпроцента, то есть это значит, что если вы подадите тысячу фотографий у вас, ну там, сто фотографий у вас, нет, тысячу фотографий у вас пять фотографий сработает на ложных, да? то при этом такого вот Виолы Джонса он позволял получать ошибку в 80%, то есть всего 20% котов и собак детектировалось. Это связано с тем, что мы распознаем не просто котов и собак, мы распознаем мордочки. Коты могут отворачиваться, они могут вообще не смотреть камеру, то есть может быть как-то повернуто. Ну вот, в принципе, задача такая, в общем-то, для этого детектора она более сложная, то есть она не просто говорит, есть или нет, она говорит, где именно. Но тем не менее ничего лучшего как бы не было. То есть за эту ошибку мы бились довольно долго, несколько месяцев, полгода, я думаю, в сумме это происходило. То есть там не совсем даже головы детектора, там есть отдельно детектор для разных пород, есть детектор для котов, потом это все попадает опять-таки на машину SVM, которая дает вероятность, правильную такую, апостриорную вероятность, которую можно тонко-тонко настраивать. И да, ну вот как бы соответственно теперь если посмотреть вот стандартные результаты сети AlexNet, это вот то, что дает по дефолту такая сеть. Дело в том, что у нее коты и собаки есть в списке, там причем собак где-то около 100 пород, а котов где-то пород 5. Но тем не менее, все равно это много категорий, то есть они как бы вот эта сеть стандартная, она такие категории отображать умеет, находить умеет. У них получилась ошибка около 25%. Вот. В зависимости от способа, как мы детектируем. Вот наш подход, он позволил вообще радикально такую ошибку уменьшить. То есть получается, что мы можем вот эту AlexNet затачивать конкретно под нашу задачу. У нас получилось 5%. Вот. То есть ошибка. Это получилось значительно-значительно меньше, чем у нас в начале. ну и как бы примерно вот в 5 раз меньше, чем в принципе работает изначально AlexNet, заточенная под распознавание тысячи категорий. Вот. Значит, вот здесь вот еще одно представление как бы этих результатов. вот ошибка ROG. То есть чем меньше площадь под вот этим графиком, тем лучше. То есть вот это, вот это, что у нас было с Velo Jones. Желтенькое это как бы такой стандартный AlexNet, а вот скажем так, синий это вот наш классификатор заточенный и, скажем так, тренингированный. вот. И как бы ну в принципе можно больше использовать чем 500 изображений. Да. Ну как бы оказывается, что если больше подавать на обучение, то качество не сильно и улучшается. То есть в принципе небольшого количества достаточно для того, чтобы хорошо обучить. Да. Ну вот такая история. Ну как бы после этого мы тестировали это на распознавании лиц, на выборке вот этого Viblet Faces in the Wild. здесь очень большой тест, там 13 тысяч лиц, которые нужно попарно сравнивать. Вот. И вот оказалось, что ну не совсем хорошо получается. То есть вот в принципе самый такой на этой выборке метод главных компонентов он же NG Faces дает точно 60% для распознавания лиц. Google дает 97% вот именно специальной такой сетью именно на этом заточены. А вот наш как бы текущий подход, скажем так, который сейчас реализованно работает, дает 72%. Вот. А использование вот таких глубоких признаков оно в принципе на таком же уровне сработало. Вот. То есть мы это объясняем тем, что скажем так, все-таки котики и собачки они на них сеть AlexNet предобучалась, она их видела и так далее. Вот. А лица она не видела. То есть там другие получается изображения на входе, другие частоты сигнала. Вот. То есть нужно здесь вот подход в везе диплёрнинг не работает, неприменим. Нужно делать специальную дипсеть и мы этим будем заниматься наверное в ближайшее время. Вот. Ну в общем так, у меня на этом все и я готов выслушать ваш вопрос. Вопросы? Дякую за доповедь. Я хотів спитати, а як ви визначаете наприклад с такой проблемой, якщо мордочка займає там наприклад 90% на одній фотографии, а на іншій там 20% фотографии, як справляются с цим? Алгоритм. Ну вот скажем так, спасибо за вопрос. Проблема? Проблема есть. То есть скажем так, из-за этого мы в принципе использовали изначально метод сейчас секундочку я правильно не встал. Да, вот метод Виловер-Жонса. Он работает так, тем, что он берет отдельный кусочек, сравнивает его, делает больше, сравнивает. То есть вот перебирает разные кусочки, и каждый сравнивает именно с мордочкой. Для этого это именно важно. Оказывается, что у диплёрных у него такая история, что противолома нет приема. Там просто изображение котов как угодно и все. И оно как-то очень хорошо распознает. Понять, почему именно хорошо работает, это такая тема отдельного большого анализа. Но мы никак отдельные кусочки не перебираем. как цельное изображение. Спасибо за доклад. Хотел спросить, были ли и оценивалось ли количество ошибок второго рода, то есть когда обнаруживался котик на кадре, на котором котика на самом деле нет. а вот собственно здесь вот графики, не знаю, может быть она была покрупнее, здесь вот ошибки первого и второго рода. Вот первого рода это false accept rate, второго false reject rate. То есть они здесь оценены. Более того, здесь вот оценен второй вариант, это ошибка ложного срабатывания при уровне пропуска цели полпроцента. Точнее, секундочку. При уровне ложного срабатывания полпроцента сколько оно пропускает, вот скажем так, да. То есть я еще скажу такая вещь, как бы у нас получилось детектор Виолы Джонса такой же по качеству примерно, как он получается для лиц. Но оказалось, что люди фотографируют людей намного чаще, чем котов и собак. Вот, то есть как бы поэтому, скажем так, если на них тех же данных детектор лиц людей работает очень хорошо, скажем так, лиц очень много, вот, то котов хуже. по той причине, что вот как говорили в фильме с Высоцким. Сейчас. Детектив с Высоцким 79-го года. А, да, да, извините, да. Неста встречи нельзя, товарищ Груздил. Тяжело найти темную комнату темной кошки, черную комнату, черную кошку в темной комнате, если ее там нет. То есть вот наши эти полпроцента, это говорит, что вот по-любому, если у нас есть тысяча фотографий, она найдет пять, а обычно у людей десять тысяч, она найдет пятьдесят. Вот, они будут, и это люди очень раздражает, потому что, ну, если у них котов нет. Соответственно, вот получается, что при таком приемлемом уровне, вот, у нас получалось всего лишь 20 процентов вот с Виолой Джонсой, а с нашим вот новым методом получается вот всего целых девяносто пять. То есть мы эту ошибку можем еще сильно понизить, вот, паров понизить, скажем так. Спасибо. А используется ли вот этот подход для задачи коррекции поврежденных изображений? То есть, теоретически, это можно было бы делать. Да, вообще-то говоря, я, честно говоря, я так на скидку не вспомню, вот, но, учитывая, что тут смысл вообще вот этих признаков вот этой сети заключается в том, что происходит сжатие с потерями, то, наверное, это используется. Не знаю, сейчас вот здесь вот есть список задач, которые здесь есть. Вот, может быть, вы найдете вашу область. Здесь вот есть, например, object instance retrieval. Ну, не знаю, это, наверное... Не совсем, да. Нет? Ну, это, наверное, скорее только нахождение. Ну, здесь ее нет. Здесь нет, но мне кажется, это очень близкая родственника. Здесь можно покопать, по крайней мере, поискать в гугле. Я понял. Спасибо. Я хотел уточнить, может, я прослушал, вы эти данные приводили для обучения на мордах собак и кошек или в целом, то есть шерсть, хвост, лапы каким-то образом использовались или только фронтальное изображение морд? Ну, значит, для, то есть, как я уже сказал, то есть у нас вот есть текущее решение, которое сейчас работает, оно реализовано по методу Виолы Джонса. Сейчас. Вот. Здесь как бы обучается только на мордах. Здесь как бы по-другому нельзя. Вот здесь вот, ну, примеры морд людей, скажем так. Вот. Да? То есть вот именно вот эти кусочки. Причем, то есть тут тоже, конечно, то есть очень важно, очень, чтобы эти лица, вот, они были нормализованы, выровнены. То есть вот у нас вот Юра Паченко занимался этим, не знаю, полгода, тем, что вот находить глаза, значит, повернуть, отмасштабировать, чтобы они были постоянно, значит, одинаковые. Вот. И с мордочками котов тоже получилось так, что мы сначала вот выделяли их просто квадратиком, как попало, потом не получалось это обучать, и мы вот их начали отмечать глаза и вот разворачивать, нормировать так, чтобы вот эти, как бы, мордочки, они были друг друг на друга хорошо, ну, похоже, то есть вот согласовались в пространстве. Вот. Это что касается Вилл и Джонсов. Что касается Deep Learning, нет, то есть здесь просто вот это изображение, которое есть, которое там просто, там есть квадратик, ну, единственное, что он должен быть заниматься на какое-то большое пространство, скажем так, не где-то там далеко есть квадратик, ну, не знаю, 50 процентов. Вот. Оно сжимается до размера, там, такого стандартного 224 на 224, пускай даже с искажениями, подается на сеть, после чего, говорится, результат. Здесь не нужно ничего выделять, нормировать, и поэтому это привлекательно, тем, что это вот такой универсальный, в общем, способ. Спасибо большое за доклад. Маленький вопрос. Если для распределения, ну, для определения кошечек-собачек, там, тысяча изображений нормально, вот, если мы говорим о многих категориях, там, кошки, собаки, там, дикие животные, еще что-то, то для каждой категории вот какой, по вашему опыту, минимальное количество изображений для тренинга, чтобы получить какие-то приемлемые результаты? Спасибо. Ну, как бы сказать, априори, так сказать, никогда нельзя, то есть, вот есть такой известный анекдот про геолога, который распознавальщики, в общем, знают, о том, что вот приходит геолог, распознавальщик говорит, давайте сделаем систему распознаванию, вот поиска минералов, ему говорят, ну вот, хорошо, дай, пожалуйста, там пример, он говорит, дает, вот вам пример, вот камень, минерал, ему говорят, слушайте, мало, всего один пример, хорошо, давайте мы его расколем, берет кирку, раскалывает, вот он уже два примера, то есть, понятно, что это не сработает, то есть данные, по сути, одно и то же, то есть, понять, что такое данных, достаточно, очень тяжело и непонятно, и это зависит от задачи и так далее, то есть, Я могу сказать, что для ImageNet, вот этой самой базы, скажем так, она тут 2012 года, есть еще более новые, тут тысяча категорий и в сумме 1,2 терабайта информации. То есть ее скачать очень тяжело, кстати. Она лежит одним файлом, и это для наших админов был большой челлендж вообще. Вот как-то так, не сразу получилось. Да, еще его получить тяжело, потому что мы как-то сначала посылали заявки, и у нас не срабатывало, а потом, то есть у нас просто ничего не отвечали. То есть там дают ImageNet, его дают по заявке. А потом мы просили Диму Новицкого, который будет рассказывать в следующем, не знаю, или сейчас, но на другом потоке, он сотрудник Массачусетского университета. Ему прислали эту ссылку буквально через пару часов. Вот, и в общем так. Так что не знаю, то есть, ну, по легенде вообще должно получаться, что вот у нас так получилось с котами и собачками, что достаточно немного хватило, но эта сеть уже их видела. То есть она уже предобучалась на большом количестве их, так что, ну, вот так. Спасибо, Артему, еще раз за доклад интересный и за котиков. Далее у нас кофебрек идет 25 минут, и в 12.00 мы встречаемся здесь. Спасибо. 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 Спасибо.